Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На поляне состоялось голосование, проект покинула Таня Кузнецова, хотя уйти должна была Руслана Мишина. Именно против Русланы проголосовал коллектив, но Бузова дала ей иммунитет. В городских квартирах записали праздничный концерт, посвященный 12-летию проекта. Продюсер проекта Алексей Михайловский вспоминает, ровно 12 лет назад в ночь с 4 на 5 мая 2004 года начались съемки. Первый выпуск вышел в эфир 11 мая, как будто вчера это было. Наш канал поздравляет всех, кто делает это шоу, а также всех телезрителей. Желаем огромной семье Дома-2 любви, удачи и процветания. Ну а праздничный концерт мы сможем увидеть в эфире 11 мая. Алекс Гулиев отказался лететь к Руслане Мишиной на Сейшелы. Ему не нужны даже 100 тысяч рублей, которые дают организаторы за эту поездку. Алекс собирался использовать эту сумму на лечение своего брата-инвалида, но, видимо, поклонники телестройки уже перечислили достаточный денег на эти нужды. Зато на Сейшелы летит Влад Малеванов, а интересует его Ольга Рапунцель. Напомним, что недавно девушка жаловалась на Диму Дмитренко. Парень перестал устраивать ее в интимном плане и Оля остается неудовлетворенной. Влад Малеванов сказал, что сможет решить проблему Рапунцель. Он готов полететь на Сейшелы и заполнить пробелы в ее сексуальной жизни. Отношения же строить с ней он не собирается. Александра Гозиас сходила в салон красоты, где нарастила волосы, сделала окрашивание. А потом, обновленная, Гозиас отправилась домой навестить, наконец-то, свою дочь. Она пишет, наши встречи проходят с трепетом, я зацеловываю каждый уголок тела, Доня не слазит с рук. Вика Романец наслаждается свободой и собирается на отдых в Италию. Она пишет, в общем, я довольна всем происходящим и выбираю тур в Рим. А теперь о бывших участниках проекта. Сергей и Даша Пынзаре отметили очередную годовщину свадьбы. Они сочетались браком на проекте в 2010 году. «Поздравляю тебя, моя птичка!» – пишет Сергей. «В этот день мы с тобой дали обещание друг другу всегда быть рядом. И в горести, и в радости. Спасибо тебе, моя любимая, что ты есть у меня!» Бывшая участница проекта Вика Боня поделилась с подписчиками своей бедой. У нее пропала родная сестра, она пошла в кино 23 апреля и пропала. У сестер в последнее время были натянутые отношения, раньше же они были дружны и даже назвали своих детей в честь друг друга. А затем сестра стала завидовать Виктории. Но сейчас Боня делает все, чтобы отыскать старшую сестру. Алиана Гобозова изменила имидж и стала почти блондинкой. Подписчики не одобрили ее изменения. «Алиане идет ее родной темный цвет», – пишут они. А тут она как цыганка стала. В сети появились слухи о том, что бывший участник Дома 2 Юрий Слободян бросил свою жену, Катю Токареву. У Юры появилась другая женщина. Если это так, то очень жалко, потому что пара была очень гармоничная. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!